Привет, друзья! Это очень важная тема, ну просто я бы сказал, что даже очень важная, потому что очень многие люди теряются, когда смотрят в интернете эти материалы, потому что трудно объяснить сразу непосвященному человеку, от чего там что происходит. Речь идет о том, что, во-первых, повестка дня, так сказать, сейчас, мы говорим о том, что не все люди попадают в жизни на свои профессии, на свои рабочие места. Если бы каждый мог заниматься тем делом, как говорится, врач от Бога, или слесарь от Бога, или айтишник от Бога, ну понимаете, если бы каждый занимался своим делом, а это свое предназначение, как найти в себе пораньше, чтобы всю жизнь не создавать себе такие шишки. И есть такие иногда провалы бесповоротные, но иногда бывает, залепнешь не туда, на грабли, как говорится, чтобы потом все время не наступать, меньше шишек набивать, и наоборот, из этого извлекать пользу для себя, если какой-то там провал получился. Ну это сложная тема, правда? Ну, во-первых, вот это, чтобы каждый человек находил свое место в жизни. Сейчас примеры приведу. Первое. Второе. Вот это необычное явление, которое часто поражает людей. Ну, конечно, когда человек не посвящен в предмет, что когда его профессия не соответствует этому предмету, которым он занимается, ну, врач, когда не своим делом занимается, или священник не своим делом занимается, или там в летчики пошел, потому что модно было, или друг потащил после школы в авиационное училище, а на самом деле он барабанщик такой, ему бы песни петь. Ну, понимаете, ну, вот это, такую путаницу создает в жизни. И на непонятных явлениях это сразу обнаруживается. Вот, например, сейчас... Да, Нелечка? Да, спасибо. Я хотел спросить у тебя, вот эта вот книжка в электронном виде, которая есть, мы же ее у себя на сайте Стрессу и на ХСРУ, у нас же тоже есть магазин там, да? Ну, я же, это мы же с вами уже два месяца назад, я вам ее скинула, Владу, и скинула, даже Влад мне написал, а ну-ка мне пришли, где строчки в договоре о том, что мы можем это выкладывать? Я ему скинула и договор, он написал, спасибо большое. То есть мы можем там и в Стрессу... Конечно, мы можем продавать. А, ну, все. Вы смотрите у себя на ВК-странице, на Инстаграме, везде дать ссылку и продавать. Я понял, спасибо, ты посмотри, сейчас такой ролик я сделаю, Нелли, обалденный совершенно, про вычитывание, потому что очень многие люди смотрят в интернете вычитывание, я смотрю там в интернете вычитывание, там как у христиан происходит, как у мусульман происходит, и поскольку там не врачи-психиатры, ты представляешь, а там священник или мула, который этим занимается, они не понимают, что с ними происходит. Они просто не знают о том, что это просто, вот я сейчас скажу такие главные вещи, истерические личности, ну да, склонны к ликушеству, вот истерический, истероидный компонент, это что такое? Я когда в психиатре один год работал в интернатуре, когда учился, там значит истерик заходит тебе в палату, вот ты там сидишь, он к тебе заходит, и вдруг он кулак начинает сжимать, сжимать, а я как раз с доктором сижу, я у него как стажер, да, вот там вот. И он так сжимает, сжимает кулак, и вдруг начинает весь накачиваться, мышцы начинают, судороги его начинают сводить, и он говорит, у меня доктор, который постарше меня опытный, там работает в психиатрии, у него, говорит, истерика, истерия, истерия, истерия. Ты спокойнее сиди, ну я же молоденький интерн, да, и вот он кулак сжимает, сжимает, весь так накачивает, и его начинает трясти, трясти со страшной силы истерика, да, истерия, истерия, ну это серьезное заболевание, ну там в больнице лежали серьезные, а тот, кто-то есть, который еще с синдромом истероидным, и так далее, они часто, вот кто с синдромом таким, они часто попадают в такую категорию, как кликуши там, и так далее, насмотрятся от чего-то, а потом начинают себе это воображать, и в трансе непроизвольном входят, у них эти болезни повторяются, и прочее, и вот там вычитывание такое происходит, А там верующие, верующие, и они, значит, ни с того ни с сего, у них там какие-то вот такие движения, и они начинают от живота прямо таким трубным голосом бесом разговаривать, типа бес разговаривает, бес с него усилился, понимаешь? Ну и там смотрю, священник, поп, он его вычитывает, и крестом его там помахивает, и зыди говорит, а тот может ему трубным голосом, а это дама, это дама, она трубным голосом мужским может говорить, не зыду, понимаешь? И вот он с ним спорит с этим бесом, да это слушай, просто этот священник, если бы был психиатром, он бы понял механизм, да, или тот молодой парень, я вот как-то давно смотрел, сейчас помню, он в исламе этим занимается, мусульманин, там джиннов выгоняет, изгоняет джиннов, и он говорит, слушай, я на него смотрю внимательно, да, и такой парень умница, такой парень умница, и он, говорят, один из немногих, которые там этим занимаются по всей стране, умный такой парень, я думаю, ты же не на своем месте, друг мой. Так он хорошо это рассказывает, какие у них синдромы бывают, что у них бывает очень много, они жалуются на сонливость, на зевотность, что у них бывают такие какие-то состояния, когда им ничего не хочется делать, и вдруг у них вот этот шайтан начинает вырываться, и они в мечети собираются там где-то, и он их вычитывает, он читает там Коран, из Корана определенную часть, и они начинают прямо извиваться, и кулаки напрягают, ну это же истерия, да, а он же вот такой умница, он говорит какие-то вещи очень правильные, но он не понимает механизма, потому что он не на своем месте, ему бы работать врачом, ему бы быть психиатром, он бы знал механизм этого процесса. Вот как люди, когда они своим делом занимаются, получается, когда они сталкиваются с этими необычными явлениями, они не знают прямо, особенно зрители, которые там окружают, тоже целая толпа людей, которые смотрят, как она корчится, пену изрыгает, мужским голосом говорит, и как там стараются их вычитывать и освободить. Ну наконец она там замученная вся такая замученная, села и отпустила, ну короче говоря, истерия. Ну вопрос в чем? Я-то понимаю, почему это происходит, потому что причиной этого является то, что у них есть в жизни тоже, они не на своем месте где-то, вот всю жизнь не на своем месте живут, не своим делом занимаются, и тот потенциал, который у них есть, творческий потенциал не находит применения, а это же когда у человека, поскольку человек по природе творится, могучий потенциал, мощнейший потенциал и постоянный конфликт с самим собой, когда он не занят своим делом, происходит у них некий такой вот разрыв внутри, и вот между ментальными процессами, бессознательными процессами нету синхронизации, нет гармонии. Правая и левая половина мозга и кора головного мозга и основания там вот эти глубины мозга, они не гармонизированы, не целостные, и поэтому он не целостный этот человек. И вот он, допустим, верующий, и поэтому какие-то проблемы жизненные он не может разрешить, и он там потом насмотрится на что-то, что оказывается ему там может быть бес мешает или что-то, у кого-то посмотрел тоже, начинает этим заражаться, и тоже у него начинаются эти процессы происходить. Ну вот их-то лечить надо спокойно, как лечат, истерию, да? Но тут вопрос-то в чём? Почему я это знаю? Потому что у меня одна женщина, она врач, она врач, она с помощью саморегуляции себе представила, что она шаляпин, её развернула, и она запела басом, тоже струбный, басом. Да, значит, связки-то фонация позволяет, регистры вот эти вот. Поэтому там ничего интересного, необычного нету. То есть в трансовом состоянии, в глубоком, а поскольку 30% людей легко входят в глубокий транс, именно те, которые, они могут быть, и в детстве разговаривали во сне, и во сне ходили, ну, говорят, сам там было лунатики, или ещё как-то так называют. Если они найдут себе профессию соответствующую, вот Джек Николсон во сне в детстве ходил, стал великий актёр. А вот он не нашёл, понимаешь, и у него конфликт между своей способностью и деятельностью которой, и у него зажим какой-то внутренний, конфликт, у него стресс постоянный. Он нашёл себя в религии, допустим. Конфликт жизненный какой-то, не решается. И вот у него такой пар происходит, выпускание, что его курёжит, корёчит, и начинаются, в мусульманской это называется, шайтаны, а в христианстве бесы, и вот эти попы, и вот эти вот молоды, кто с ними занимается, их вычитывают. Ну, это просто говорит о том, что люди не своим делом занимаются. Те не своим делом занимаются, и эти не своим делом занимаются. Просто среди этих больше истерических таких, на грани психического состояния. И молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины. Ну, это очень интересно. Вы посмотрите. Я вам сейчас рассказал механизм, потому что почитайте ещё раз аудиокнигу, послушайте. Я о Бехтереве рассказывал, я рассказывал о других. Кстати говоря, кто не знает, я с внучкой Бехтеревой, с Натальей Петровной, общался, дружил, я ей даже шею лечил, потому что в институте экспериментальной и клинической медицины я там проводил работу, обучал эпилепсиков, которым предстояла операция с обживлёнными мозг электродами, вызывать у себя это состояние трансовое и моделировать депрессию, и моделировать эйфорию. И оттого до из глубин мозга описали такие электропотенциалы, такие мощные, как при прямой электростимуляции мозга. Да, это очень всё интересно. Ну, что я хотел этим сказать вообще? И у нас бывает, когда мы обучаем саморегуляции, человек снимает стресс, выходит на состояние, когда вдруг тело ему начинает подсказывать. Такие движения, он говорит, у меня прямо танец начался какой-то, а вот посмотрите, в спорте восточном, там есть в цигуне спонтанные танцы. Да, пожалуйста, это же всё родственные вещи. И поэтому чего тут удивляться? Надо просто быть специалистом, надо просто поглубже изучать материал и не шокироваться, потому что именно этим изгнанием бесов и именно этим изгнанием шайтанов другие люди, другие люди, которые не в курсе дела, в механизмах, почему мозг такие выдаёт реакции, что очень важно человеку найти своё место, открыть свои способности, свою энергию использовать по назначению, чтобы узнал своё предназначение, что он творец. Да, а не поражаться вот этим вещам, которые ты просто не знаешь. Потому что когда ты это всё не знаешь, тебе это кажется каким-то необычным, невероятным. Да, и когда это преподносят людям без объяснения, без объяснения, просто делают дырку к критике, потому что это здраво смыслу не подчиняется, и поэтому человек думает, а муж действительно такой какой-то есть, невероятный. Они там в религии, они там с Христом, они там с Мухаммедом, а сегодня уже современный век, и у меня уже было два человека, которые вот так вот входят в это самое состояние и говорят, как будто с ними пришельцы космические общались, и они могут говорить, их тоже, что ли, вычитывать тоже надо? Ну, механизм-то один и тот же. А вот некоторые люди, которые действительно не могут разобраться в вот этих механизмах, для этого я это всё и объясняю, они, наслушавшись этих полубольных людей, которые встречались с пришельцами, они начинают мне доказывать, что есть другая цивилизация, которая с нами общается, да, что есть свидетели, вот эта женщина, Анастасия Павловна, лично, лично, была в космолёте, да, и иногда этот космонавт, который там инопланетный, её посещал, оказывается, и насиловал по ночам. Она, ну как её переубедишь в этом, что это не так? Это нездоровый человек. Ребята, будьте всё-таки со здравым смыслом. Просто знайте, изучайте. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова